О, Магьяна Тимиранда сия, Агьян Анджина Шалакаян, Чакшарун Милитамьяна, Тасмаиш и Гуравейна Махам. Чакшарун Милитамьяна, Тасмаиш и Гуравейна Махарашки. Чакшарун Милитамьяна, Тасмаиш и Гуравейна Махам. Чакшарун Милитамьяна, Тасмаиш и Гуравейна Милитамьяна, Тасмаиш и Гуравейна Милитамьян, Тасмаиш и Гуравейна Милитамьян's that day. Сегодня мы пропели еще два Баджина из раздела Восемь молитв о славу святого имени из Гитавали Ох, Ринама, ты обладаешь бесчисленными формами Ты проявляешь себя как возлюбленный сын матери Ишоды Источник всевозрастающего боженства обитателей Гокулы Сын Анды вместилище всех трансцендентных рас Ты тот, кто положил конец демонам Путане, Тренаварте и Шакатасури Ты защитник коров, играющий на флейте, победитель демонов Акхи и Баки Пастушок, поднявший холм Гвардхана Ты сразил демона Кеши, поверок в замешательство Господа Браму И разрушил гордыню царя небес Индры Ты расправился с Ариштасурой Ты очаровываешь всех молодых девушек Гокулы И ты увлеченно играешь на песчаных берегах реки Емуны Ты даришь радость Шримате Радхарани, вдыхая жизнь в танец раса Ты проводишь время в рощах на берегах Рада Кунды Являясь своей многочисленной игрой Ты источник всех радостей, влекущей к себе каждое живое существо Ты изгоняешь все неблагоприятное, являющее супругом Баргини процветания Из тебя исходят все божественные воплощения, такие как Господь Нарисимха Получеловек, полу лев и Марси, воплощение в образе гигантской рыбы О Харинама, ты даришь наслаждение коровам, земле и чувствам Ты принял облик Брамана, Вамана, и ты стал победителем демона Мадху Ты луна династии Яду, и тебя всегда украшают прекрасные гирлянды и свежих лесных цветов Ты сокрушитель змея Калия, радость Гокулы А свою собственную радость находишь в поклонении Шримати Радхарани Осознав Твое величие, Дхакура Бахтинада обнимает Вотосный стопор Рупа Госвами и Сварупа Дамодара Госвами и молит О Харинам, по своей воле Ты являешься во множестве этих форм Пусть же они увеличат мою любовь и привязанность к Тебе Рей Кришна Так удивительно, Бахтинада так урон Супоставил, что святое имя Господа Харинама неотлично от самого Господа И то, что из Господа выходят различные уплощения И то же самое, можно сказать, что из Харинама Все нисхождения, все аватары Господа, все его ливы Все выходят из Харинама Очень удивительная песня О Господь, у тебя есть две трансцендентные формы Вача и Вачака Вача называют твою прекрасную форму, исполненную трансцендентного знания и блаженства Вачак называют формы твоих трансцендентных имен Таких, как Кришна и других В этом трансцендентном звуке святых имен заключен источник блаженства всех душ Все твои безграничные проявления имеются в этих двух формах Из жалости и сострадания к падшим душам ты являешься им в этих формах, открывая для них доступ в свои божественные игры О Господь, я пришел к пониманию того, что твоя форма Вачака более милостива, чем форма Вачи Поэтому твое святое имя кажется мне самым удивительным, что есть на свете Хотя веды провозглашают, что имя Господа и сам Господь суть одно Все же святое имя по своей доброте и милости превосходит даже самого Господа Если человек оскорбил Господа Кришну, но с почтением относится к его святым именам И с искренним сердцем повторяет Рама, Кришна, Хари То все его оскорбления будут прощены И он сразу же погружается в океан божественного счастья и трансцендентных переживаний Преданный может быть оскорбителем трансцендентной личностной формы Господа Вачи Но если он принял прибежище чистого святого имени, он преодолеет последствия этих оскорблений Если он принял прибежище чистого святого имени, он преодолеет последствия этих оскорблений Припав к водосным стопам Щирупы Госвами, Тхакуру Бахтинада молят даровать ему Неослабевающую привязанность и любовь к Вачаке, Божественному, Святому имени Всевышнего Господа Такое значение уделяется пониманию святого имени Потому что святое имя это то самое ценное, что может быть Просто наша проблема в том, что мы не можем эти вещи осознавать Но если мы с верой верим в слова духовного учителя Если мы с верой выполняем наставления духовного учителя Все эти понимания, они придут к нам рано или поздно Продолжим читать Он дает каждому то, о чем тот его просит О парха, как человек меня почитает, так я ему себя открываю Несомненно, каждый следует моим путем Путем явлено мною Каждому человеку Господь отвечает в соответствии с желанием самого человека Иметь отношение с Господом Важные стихи Многочисленных богов верятся им, а не Шри Кришне Только жажда мирских наслаждений заставляет почитателя Многочисленных богов верятся им, а не Шри Кришне Те, чей разум увлечен мирскими желаниями Становятся его рабами И, следуя соответствующим предписаниям, поклоняются другим богам Другим богам в кавычках Те, чей разум увлечен мирскими желаниями Становятся его рабами И, следуя соответствующим предписаниям, поклоняются другим богам Огромное количество предписаний, которые рассказывают о том, как удовлетворять наши материальные чувства, материальные желания Поклоняться различным богам этой вселенной Каждый бог материального мира отвечает за определенные чувственные наслаждения, определенную сферу материальных удовольствий Соответственно, поклоняясь этому полубогу, живое существо, оно может удовлетворить свои многочисленные желания Стремяющиеся к мирскому преиспеянию, поклоняются многочисленным богам Ибо не знает, что Кришна Всевышний – бог всех богов Я один владыка всех жертвоприношений Я один наслаждаюсь Я один наслаждаюсь ими Кто почитает богов и верит, что они независимы от меня Те – суть поклонники внешнего, против кого по саке Поскольку им неведано мое подлинное положение, их поклонение неправильно, они отходят от истины Те же, кто почитает бога солнца и других богов, видя в них мое проявление В будущем обязательно обретут высшее благо Я один владыка всех жертвоприношений Я один наслаждаюсь ими Кто почитает богов и верит, что они независимы от меня Те – суть поклонники внешнего, против кого по саке Поскольку им неведано мое подлинное положение, их поклонение неправильно Они отходят от истины Те же, кто почитает бога солнца и других богов, видя в них мое проявление В будущем обязательно обретут высшее благо Как мы знаем, второе оскорбление святого имени – это приравнивать имена различных полубогов к верховному имени Господа Или думать, что боги этого материального мира – они то же самое, что и сам Господь Или что они действуют независимо от верховного Господа Нужно понять, что все боги вселенной – они зашли из верховного Господа И, соответственно, они действуют исключительно под его руководством Если человек поклоняется полубога в умонастроении, что это выражает почтение богам вселенной В соответствии с тем пониманием, что они не независимы от верховной воли Господа Что они действуют исключительно по его воле И что задача, на самом деле, всех живых существ – это служить этому верховному Господу Тогда все приходит в гармонии Но если живые существа, они очень хотят наслаждаться этим материальным миром Естественно, у них создаться некая философская система Что можно отдельно поклоняться каким-то богам вселенной Для того, чтобы удовлетворять свои чувства И так и происходит, что многочисленные люди, они идут в церкви, идут в храмы Поклоняются Господу исключительно ради того, чтобы Господь даровал им какие-то наслаждения Но на самом деле, это поклонение – поклонение полубогам Потому что полубоги дают различные материальные наслаждения Я один владыка всех жертвоприношений, я один наслаждаюсь ими Кто почитает богов, верит, что они независимы от меня Те – суть поклонники внешнего, братья Покасаки Поскольку им неведомо мое подлинное положение, их поклонение неправильно Они отходят от истины Те же, кто почитает Бога Солнца и других богов, видя в них мое проявление В будущем обязательно обретут высшее благо То есть мы должны понимать самую главную вещь Что в первую очередь Господь То есть мы созданы не Господь для нас, а мы для Господа Если мы придем к этому пониманию, то наша жизнь придет в полную гармонию Мы будем просто заниматься, посвящать свою жизнь служению этому Верховному Господу Но если мы думаем, что это Господь для нас То мы можем стать идолопоклонниками То есть если мы думаем, что мир крутится вокруг нас И все остальное предназначено для нашего удовлетворения То все наше поклонение, оно будет сводиться к поклонению неким кумирам или идолам Которые способны удовлетворить наши желания И это величайшая иллюзия И поэтому сегодня слушал лекцию Шилашидара Махаража Который рассказывал о том, что мы должны с величайшей осторожностью Людям проповедовать о поклонении Мурти Божествам Потому что люди в своей массе Очень многие думают, что поклонение Мурти Поклонение Божествам Господа Это идолопоклонство Но идолопоклонством оно может стать в том случае Если живое существо, оно думает, что это какое-то изображение Какого-то Бога, который удовлетворяет его желания Тогда в этом случае это становится идолопоклонством Но если живое существо, оно понимает, что перед ним сам Господь Который пристал в определенной форме, трансцендентной форме И задача живого существа – служить ему, удовлетворять его И это величайшая милость, что Господь является в какой-то статической форме Потому что не все готовы служить в динамичной форме Господа Но статическая форма Господа позволяет живому существу поклоняться ему Очищать свое сознание и постепенно продвигаться на этом пути И поэтому ни в коем случае мы не должны путать поклонение идолам И поклонение подлинному божеству Все зависит от нашего сознания, от нашей мотивации Но люди, которые настроены агрессивно Агрессивно, то есть есть иконоборцы различные, которые борются с... Идолоборцы, которые борются с... Нужно понять, что возможно на каком-то этапе Мы не можем даже им проповедовать об этом И поэтому мы должны готовить почву Мы должны постепенно, постепенно рассказывать людям о том Кто такие божества Кто такие изображения гуру То есть это все имеет личностную природу Но для этого мы должны сами обладать в это верой И пониманием, что происходит на самом деле Очень замечательная книга Там есть глава, где Бабаджи, Майпура Они беседуют с одним из мусульманских представителей С одним мулой И они как раз очень такие интересные аргументы Представляют, что значит поклоняться божеству Если у кого-то будет Мы будем читать со временем Джайвадхарму Мы периодически ее читаем Просто неизвестно, когда мы до нее дойдем Но так или иначе, каждый может почитать Джайвадхарму Особенно мы не рекомендуем читать вторую половину книги Потому что там очень эзотерические, очень глубокие духовные истины объясняются Но первая половина книги очень простая и благоприятная для нашего духовного уровня Причина их скудоумия, греховных устремлений и глупостей Иллюзорная энергия Бога Погруженные в маю, неразумные, падшие, погрязшие во грехе люди Принимают природу демонов и не желают предаваться мне Погруженные в маю, неразумные, падшие, погрязшие во грехе люди Принимают природу демонов и не желают предаваться мне Когда живое существо хочет быть независимым от Господа Хочет независимо наслаждаться Господь погружает живое существо в маю, в иллюзорную энергию И живое существо все больше и больше запутывается в этой мае И в конце концов принимает демонические формы различные Для того, чтобы еще больше наслаждаться этим И естественным образом это все больше запутывает живое существо И живое существо, находясь в невежестве, даже не может понимать о том, что нужно предаться Господу Джая Джая Швичитания Джай Нитянанда Джая Двайта Чандра Джая Гуру Бахтаринда Ахаша, можно вопрос? Да Когда читали Шаранагати Довольно было, что принять привержище святому имени Можете вы как-то разъяснить, что? Что подразумевается? Понять привержище святому имени Ну как это смысл? Ну это Это вопрос того, что вообще мы, зачем мы пришли в сознание Кришны Именно в нашей линии Что такое сознание Кришны? Потому что в нашей линии святое имя это самое главное То есть с этого начинается наша духовная практика Просто перед инициацией, перед инициацией Что происходит? Что живое существо, оно искренне молится Господу На самом деле Чтобы Господь направил Просто если этого момента нет Если живое существо, оно не находится где-то Или в отчаянии Или просто в искреннем желании Искать Господа Постигать Его И у него нет именно такого ярко выраженного желания То это не будет Это значит, что какая-то другая мотивация привела В это движение Потому что я пришел, к примеру, к преданным Меня накормили вкусным просадом Мне так понравилось это общество Что я тоже захотел стать Это хорошо, но это некое поверхностное восприятие То есть должно быть яркое выраженное желание Что мы действительно хотим жить духовной жизнью Хотим идти не просто потому, что нам понравилось здесь Потому что нам здесь вкусно кормят И нас здесь удовлетворяют Но мы должны понимать, что мы здесь будем совершать духовный прогресс Духовный процесс И мы будем пытаться трансформировать свою сущность И соответственно мы приходим к Гуру Деву И просим его о том, что он помог нам измениться Гуру Дев говорит, что первое наставление Он дает посвящение в Махамантру Воспевание святого имя Харинама И с этого момента начинается наше прибежище у святого имени То есть мы должны найти прибежище То есть мы должны искать прибежище у святого имени Понять в конце концов, что Гуру Дев дал не какую-то иллюзию А он дал подлинное восприятие То есть что Господь и святое имя не отличны друг от друга И воспевая святое имя человека Он постепенно постигает свою природу духовную Постепенно постигает, что такое этот материальный мир Из себя представляет Кто такой Господь Какие мои взаимоотношения с Господом И вся жизнь преданного проходит сквозь призму прибежища у святого имени То есть фактически это Поначалу на этапе очищения Речь идет о 16 кругах, 4 кругах, 64 кругах Но в конце концов мы должны понять, что мы должны непрерывно выступать Мы должны понять, что вся наша жизнь должна вибрировать в святом имени То есть каждый наш шаг, каждое наше действие должно сочетаться То есть почему преданный он, когда он что-то делает Это не подвластно разуму других людей Почему? Потому что преданный он действует на уровне воспевания святого имени Он вибрирует в святом имени И святое имя, оно говорит ему Он находится, принял прибежище святого имени То есть он принял прибежище самого Господа И он действует исключительно по воле Господа Тогда как остальные люди действуют на уровне ума Или разума То есть ум, разум, разум обосновывает Вот так-то, так-то И обычные люди думают Преданный должен вести себя так-то и так-то Потому что говорят вот так-то и так-то Но преданный он может по-другому себя вести Он может вести себя в каждый момент времени неожиданно Правильно? Он может ломать все стереотипы, как и сам Господь Почему? Потому что он принял прибежище Принял прибежище в святом имени Поэтому мы должны вот эти вещи Ну, во-первых, принимать в тот момент То, что вокруг нас преданные, а мы не преданные Что они приняли уже прибежище в святом имени Что они живут как преданные А вот я не преданный Я пытаюсь научиться жить как преданный И второе, это пытаться самим обрести При прибежище в святом имени И начинается все с того, что мы начинаем очень внимательно И строго следовать наставлениям гуру Первое наставление гуру Это наставление воспевания То есть научиться читать определенное количество кругов мантры Без оскорблений И мы должны употребить этому все свои силы и энергии Понять, что это главное Что если мы читаем мантру Где-то в перерывах Где-то в промежутках Разговаривал по телефону Или еще что-то Это можно делать, когда мы уже отдали свой ежедневный долг Скажем так У нас есть задача прочитать 4 круга Мы взяли, сели, 4 круга прочитали очень внимательно Не отвлекаясь ни на что В уединении И потом уже мы можем заниматься служением Повторять мантры Еще что-то делать В зависимости от ситуации Каждого преданного своей ситуации Или там кто-то знает, что ему нужно прочитать 64 круга Он сел, прочитал эти 64 круга И начал заниматься дальнейшей деятельностью Он может дальше читать мантру В принципе так и должно быть Что мы должны читать на четках Или в уме читать Или ходить, петь махамантру Все по-разному Но мы должны понять, что наша жизнь Она должна вибрировать Вибрировать в святом имени То есть мы должны понять, что Сейчас век Кали-юги И Господь является в форме святого имени Это все святые писания Мы сегодня пели удивительный бажен Где Бухтинот Такур Он говорит, что все твои аватары Все твои нисхождения Это суть Твое проявление о Харинам То есть они выходят из Харинама Понимаешь, в чем речь? Что это не просто он говорит, что Верховная Личность Бога Из себя вышли все аватары Он говорит о Харинам Из себя вышли Потому что святое имя и Господь Они не отличны Это та же самая Личность И поэтому мы должны найти прибежище у этого Господа В виде святого имени Который он нисходит Он здесь находится в виде святого имени Просто насколько мы это осознаем Насколько мы в это верим И мы на днях говорили Что Шилл Городев Он говорит, что То, что мы не осознаем Что перед нами Божество Ну это оскорбление Но это не такое большое оскорбление То же самое Если мы не осознаем Что Харинам Это сам Господь И что у нас с ним есть взаимоотношения В этой форме То это оскорбление Но оно не такое серьезное Серьезное оскорбление Это не верить в наставления гуру И священных писаний И не следовать им Из-за своего неверия Поэтому вот как только нам пришла Хотя бы маленькая вера В то, о чем нам говорит гуру И священное писание И начали пытаться следовать всему этому Тогда наша жизнь Она увеличивается успехом Тогда мы начинаем некий поступательный Духовный прогресс Даже если мы, скажем Не достигли какого-то Воплощение нашей Нашей идеи По поводу духовной жизни К концу жизни Это не так страшно Потому что мы в свою жизнь Всю постратили на усилия По преодолению препятствий Нашего нежелания жить в духовной жизни То есть Мы не совершаем оскорбления таким образом Мы пытаемся Мы даже понимаем Что мы идем и пытаемся И падаем Встаем Дальше идем То есть это наш путь Но если мы скажем Нет Это преувеличение То, что говорит гуру Преувеличение То, что говорят в Священном Писании Не может такого быть Тогда мы совершаем оскорбление сразу То есть Отношение к гуру Совершаем Там четвертое, пятое Там шестое оскорбление Совершаем Считать Наставление Писания Преувеличением То есть Считать гуру обычным человеком То есть Считать ващнаов обычными людьми То есть Ну кучу оскорблений мы сразу начинаем совершать Поэтому мы должны Что делать Начать с маленького Начать с маленького Выполнять первое наставление Духовного учителя Если есть второе наставление Соответственно даже второе наставление Очень внимательно То есть читать Гая-три мантру То есть Делать Совершать омовение Ну и плюс Еще есть Какие-то дополнительные наставления Гуру Дева Каждому ученику Кому-то он говорит Такой акцент сделать Кому-то такое Кому-то нужно Там больше Лопатой работать Кому-то на кухне нужно служить Кому-то божествам нужно служить Кому-то проповедовать нужно Кому-то цветы выращивать Ну то есть Все это Дальнейшее наставление По поводу села Но все они Жизнятся на вот этом Принять прибежище У святого имени Фактически то же самое Что принять прибежище Предаться Верховному Господу То есть Нужно понять Что Кали-юга Господь Он является В скрытой форме В скрытой форме Во-первых Господь Читания пришел В скрытой форме Во-вторых Он является В скрытой форме В виде святого имени Это скрытая форма Господа Почему? Она вроде бы на виду Но она скрыта Потому что Не все понимают Вообще О чем речь идет Но тот Кто поверил Что это скрытая форма Господа И что поклоняюсь этой форме Надя в ней прибежище То же самое Что принять прибежище У самого Господа То Тот человек Он будет естественно Находиться В духовной жизни Человек может даже думать Что я совершаю Духовную практику Но на самом деле Может это уже Даже и духовной жизнью быть Там Шилл Городев Он говорил Что Переход из Мира материи В мир трансцендент Он переходит Происходит незаметно Можем думать про себя Что мы находимся Еще в мире материи Но возможно Кто-то перешел В мир трансцендентной реальности Даже находясь среди нас Понимаете О чем речь Мы не должны Претендовать Что это мы Перешли В трансцендентную реальность Что это мы Стали духовными Такими людьми Мы должны Всегда осознавать Свою падшись Всегда должны Опускать себя В относительное положение Абсолютное положение Это Очень рискованное Рискованный эксперимент Занять абсолютное положение Ну и думать Что вот я Теперь все понял Ну и везде нам говорят Что это нельзя так делать Потому что Как только мы подумали Что мы достигли Такого-то духовного положения Мы сразу пали Городев нам сразу покажет Что мы делаем Неправильно Поэтому должны Действовать Очень Осторожно Но самое главное На чем мы должны Констерироваться Это выполнение Очень серьезно Этих наставлений Городева Поэтому Нам могут Скажем Мы с утра встали И нам сразу же Там позвонили Что-то сказали Что-то там Обосновали Что нужно срочно Бежать туда Мы вспомнили Что у нас Гречки нету Там Или еще чего-то Мы сразу занялись Погрузились в эту пучину Причем еще поставили К этому Знак цела Что это служение Как бы И забыли Обо всем Целый день Послужили В кавычках И в конце вечера Мы так устали Что уже Нет Господь Сегодня у меня нет сил Считать Твое святое имя Я лягу Завтра попробую И так будет Изо дня в день Происходить На самом деле Поэтому мы должны Начать вот с этого То есть мы должны Принять прибежище У святого имени С самого утра Встали И сразу Начали Выспевать Святое имя Прочитали Какой-то минимум Который Потом раз Уже в соответствии С ситуацией Каждый Находится В своих условиях Какие-то обязанности Потом еще Может почитать Может вообще Какое-то время Конкретно Выделить Два часа в день Где-то с утра Выделил два часа Или два часа вечера Если человек Чувствует Что есть силы Вечером Выспевать После служения Потому что Некоторый характер Такое сначала Что-то сделать Потом Помолиться Господу Хорошо Некоторые наоборот Сначала нужно Помолиться Потом что-то сделать Но это Индивидуальный Уже Подход Главное Чтобы В каждом дне У человека Было выделенное Время Для святого имени Но это для начала Духовной практики В конце концов Мы должны прийти К тому Чтобы это Время Было непрестанно Выделено То есть Что бы мы ни делали Куда бы мы ни шли Все должно Происходить Сквозь призму Воспевания Святого имени А можете Про воспевание Еще раз Сказать Как правильно Воспевать Святого имени Нужно просто Слушать В момент воспевания Мы должны Отказаться От думания От планирования То есть Мы должны Желательно Сесть Где-то В каком-то месте Многие Предпочитают Ходить Когда ходишь Ум отвлекается На предметы Которые Которые Мы встречаем По дороге И не каждый Может Сконцентрироваться На звуке Некоторые Могут То есть Они не видят Дороги Не видят Просто Они автоматически Идут И погружаются Но Это не для всех Каждый Должен найти Своё положение Идеально Где-то В чистом месте Сесть И внешний предмет Чтобы не отвлекали И начать читать Просто Хареи Кришна Хареи Кришна Сначала Помолиться Прочитать Гуру Деву Пранаву мантру Панчататтва Естественно Прочитать Несколько раз И потом Внимательно Начать Выспевать Хареи Кришна И в этот момент Повторять Мантру И в этот момент Ни о чём Не думать Кроме Как Просто Слушать звук Просто Пытаться Постоянно И ум Будет Постоянно Убегать И мы должны Возвращать Потому что Нужно понять Это убегание Убегание Это наше Как раз Желание Зависти Это наша Зависть Господу Так проявляется То есть Мы завидуем И мы хотим Сами наслаждаться Утум Утум побежал Значит У нас Своё собственное Желание Какое-то По отношению К этому Материалю Миру Потому что То что мы Делаем На физическом Уровне Это уже Следствие Сначала Всё происходит В уме Планирование Разум Подключается Всё это Оценки Хорошо Плохо И всё И мы Стали Мы поставили Себя в центр Поэтому Почему Вот эта Практика Она Решает Проблемы В корне Потому что Она изначально Ну Изначально Пресекает Сразу То есть И человек В конце концов Он поймёт Что он не может Контролировать Свой ум Ум Всё равно Убегает И тогда Возникнет Чистая молитва Господа Господь Помоги мне Я своими силами Не могу Тогда человек Поймёт Свою Вообще Никчемность Незначительность Ничтожность То что О чём Мы вчера читали Потому что Первый принцип Это понять Свою Ничтожность А вот И когда Людям говорят О ничтожности Да Когда нам Говорят О ничтожности Что вы должны Почувствовать Я не той же Мы говорим Как это я Ничтожный Я же Что-то из себя Представляю Я же Тут такой Крутой Или Крутая Я такой Дизайнер Я такой Певец Я такой Работник Я такой Повар Крутой Я Могу Всё И всё И мы Себя Но Если Мы поймём Смысл Смысл Что мы Даже Ум Не можем Отключить Свой Потому что Он над нами Властвует Ум Не мы над ним Властвует А ум над нами Властвует Мы поймём Что мы Ни к чему Живые существа Мы полностью В рапосте Находимся У ума У своих чувств Они нас тянут Туда Сюда Как бы Говорят Делай вот так Вот так Поэтому нужно Погружать Свою Проблема В чём Наша Такая Практическая Проблема Что Четыре круга Четыре круга Это практически Недостаточно Для того Чтобы погрузиться В святое имя Ну Это Можно Если Очень ответственная Сева Если Такая Серьёзная Сева И Целый день Загружена Сева Как у нас Гурдев Говорил Если у вас Будет Много Сева Если вы Будете Столь счастливы Что у вас Будет Много Сева Тогда Вам Четыре круга Достаточно Потому что За эти Четыре круга Можно Так Погрузиться Глубоко Но Если Сева Нету Такой Активной Действительно Сева Тогда Нужно Воспевать Как можно Больше Потому что Ум Как Украева Отключается Там Ну Редко На Шестнадцатом Круге Отключается А Больше Там Где-то На Тридцатый Круга Может Хоть Как-то Успокоится Понимаешь В чем Речь И просто Люди Даже Не понимают Что такое Что значит Практика Воспевания Что значит Отключить Свой ум Выйти Из-под гун Материальной Природы И Вибрировать С этим Святым Звуком Поэтому Нам очень Сложно У нас Времени Нету Этого Нету Усидчивости Нет Терпения Нет Поэтому Нам очень Важно Загружать Себя Служением Служением Потому что Мы хотим Что-то Действовать Хотим Что-то Работать Поэтому Мы работаем Что-то Делаем Но Выделяем Время Для Для Служения Работаем Делаем Время Для Воспевания Но Мы должны Понять Что Воспевание Это Главное Если Мы Не Можем Внимательно Воспевать Если Мы Не Стоит Просто Когда Служение Есть Есть Некий Адреналин Беспокойство И нам выполнить это служение служение даже быть нормальное количество много и оно должно быть ответственное и просто там вот я там работаю там вот я кришна я же на тебя попахал теперь меня покорми теперь как бы вот это но это такое расслабленное служение но она имеет место быть на каком-то этапе но служение подразумевает что но она такой вот интенсивная то есть у нас нету времени там о каких-то делах думать о каких-то заботах о своих собственных там да то есть мы всецело наше сознание погружено в идею удовлетворения гуру то есть как удовлетворить гуру что у от меня хочет вот такая процесс такой он очень плавный либо мы если нет служение нужно больше успевать то есть гуру то вырос 16 кругов и больше если мы не пришли то есть и уделять этому внимание прям вот очень такое серьезное если загружены силой тогда надо загружаться и по полной и успевать уже ну то количество которое получается мы должны понимать что это две две неотъемлемые части одного и того же процесса и они причем разные потому что воспевание это отношение с господом просто если нету воспевания нет отношений то о силе не может быть и речь потому что чем это делаем просто мы то просто работаем мы кармой занимаемся правильно а если есть только воспевание и нет силы тогда может произойти некое отречение то есть ну то есть у нас вроде в отношении есть господом он ждет когда мы что-то вот там ну вы в идеале в идеале но сейчас все служение она происходит сознание поэтому бабы джи бабы джи парамахамса они считаются высшими служителями потому что для них не стоит вопрос действий на внешнем мире это для нас стоит вопрос действий в не внешнем мире подлинные парамахамса они служат во внутреннем мире все сознаю все происходит сознание то есть они воспевают святое имя слышат они даже не тоже слышат они сразу уступают в взаимоотношении сразу участвуют в лиле в своем сознании и вот это участие в лиле в лиле и есть служение на самом деле то есть но это нужно понять что это определенной личности либо личность она находится в апреке то есть для нее этот мир уже перед не то что перестала вообще не существует как материального направо это дэхо да то есть это не материальное тело живое что она действует в этом мире может что-то бегать крутится вертеться но он находится на самом деле в лиле причем как господь он является сюда да и он может здесь массу вещей делать приду думать будет думать что это обычный человек но это для него для господа это опрах это опрах это лило то есть она не материальная она кажется материальной но она духовная трансцендентная ну просто верно наша задача это просто главное делать усилия вот ежедневные усилия день ото дня вот в этом все вот в этом вся и сложно вот в этом вся и сложность просто слушать вот сколько раз вот я прослушал слушал как на этот вопрос отвечал грудев силашидар махараш и спрашивает о чем думать во время воспевания может какую-то лилу представить можете еще что-то кажется просто что ты когда-то слушаешь и как ну не проявляешь никаких шагов поступательных никакого отношения не проявляешь что просто как-то бездей но нет тут на самом деле происходит тонкий момент что когда мы начинаем просто слушать просто слушать и отключаем свой ум мы тем самым даем право господу рассказать нам вообще что он хочет понимаешь тогда мы можем услышать это но это общение по можем дать дать инициацию в общении в этот момент понимающим дело то есть мы как бы пока наш ум ну то есть фактически пока мы на уме сидим фактически это то же самое что мы пришли в храм вроде на на раке надо находиться а мы там вспомнишь нам кучу дела сделать мы побежали там чем делаем 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 и так мы так и на раке не поприсовались господом не пообщались или просто пришли к работодателю да ну начальнику своему и говорим а что нам делать начальник начинает говорить а мы взяли достали свой телефон начинаем там тын 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 игрушку какую-то играть там кому-то там смс-ку отписали как бы начальник нам говорит что делать как бы а мы в телефоне как бы и к раз когда все закончилось мурас так а что делать то я же тебе уже сказал все ну вы знаете я не слушал как бы и вот вот это происходит момент нашего внимательно успевания что мы приходим господу просто мы приходим в тонкой ну в своем тонком естестве приходим господу говорим господь прошу тебя займи меня преданным служением скажи мне что мне делать фактически молитва такая но изначальная хореи кришна хореи кришна и потом он побежал это то же самое что мы достали телефон и начали играть в телефоне понимаешь начали заниматься ну это простая ситуация тот в нашей жизни вот сейчас это постоянно происходит люди приходят пример на лекции сидят с телефона люди приходят там пообщаться как бы им кто-то позвонил как бы они уже улетели как у понятие делать вроде как бы чё общаться это 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 наш некий самообман как он проявляется во внешнем мире но изначально самому про и происходит именно на вот этом моменте молитвы изначально понимаешь чем дело и поэтому корень болезни нужно рубить в начале в самом то есть и это не то что вот мы вот сейчас я порублю все свои корни то это очень мучительный болезненный процесс который будет происходить день за днем а может быть даже жизнь за жизнью но если мы не начнем это делать мы тогда никогда не начнем это делать мы будем вечно пребывать в этом материальном мире никто и самое но с одной стороны ужасно с другой стороны прекрасная что за нас это никто не сделает вот никто за нас это не нет не сможет сесть и начать воспевать кто за нас не сможет взять и начать служить ну никто это просто это вот наш наш собственность дал выбор и он причем не не то что ежедневное ежемоментное мы ежемоментно делаем выбор в сторону духовной жизни либо в сторону своей негативного естества то есть есть у нас позитивное духовное естество а есть негативное через ложное эго проломленное в соответствии с этим мы должны эти вещи все научиться осознавать научиться видеть научиться видеть, как нас ум обманывает как чувства нас обманывают миллионы раз падать то есть опять вставать и опять бороться со всем этим изо дня в день, из жизни в жизнь вот и тогда, тогда возможно, поэтому говорится что вроде все просто но все учителя говорят не какая-то дешевка Кришна это не конфетку, которую купишь за каких-то два пения это очень серьезно на самом деле очень серьезная реальность и поэтому окружение Господа особенно ближайшее это вообще очень серьезная реальность мы не можем к этому окружению по-небратски относиться в конце концов поймем, что наше положение это очень почтительно и на расстоянии этому всему молиться мы никогда не будем там забегать в храм думать, что мы вот уже как бы все поняли мы будем заходить вот так вот на самом деле нужно понять, что походки можно видеть как человек относится к чему потому что когда у нас есть начало возникать какое-то понимание смирение оно естественным образом приходит в нашу голову и наше сердце то есть мы не можем не склоняться потому что это естественно что кто мы такие вчера об этом читали Шилашидар Махараш получается есть внимание святого имена хорошо что вы берете слушать внимательно слушать попытка внимания нужно понять, что это не то, что там Махараш рассказал сейчас и это у нас сразу все получилось нужно понять, что это бесконечные попытки внимать святому имени поэтому здесь очень важна честность самими собой будет приходить отчаяние будет много чего происходить но из отчаяния рождается подлинная молитва то есть мы скажем Господь но не могу я отслушать что делать поэтому Гуру Деф он всегда очень часто говорил что сначала первый стих Чета Дапана Маржана он вдохновляет ой я сейчас начну читать святое имя ну мое очистится я там достигну всего а потом второй стих сразу антитезис я ты Господь дал все свои святое имена ты ты настолько милостив но я столь неудачен что я не могу не могу успевать твое святое имя я не могу его слушать я не могу внимать почему? потому что мы мы обладаем греховной природой мы находимся в тюрьме мы должны понять что мы определенный класс живых существ которые ну согрешили с завистью своей отвергли Господа и нас естественно в резервуацию в определенный мир где все такие вот и лечите друг друга как бы мы лечим друг друга понимаешь находясь в одном обществе мы просто думаем что мы какие-то там чем-то обладаем чего-то ну чего-то понимаем что-то какие-то мы крутые но мы на самом деле и в том такие если мы хотя бы это начнем понимать и Гурдеф он говорит когда вы осознаете вот этот момент второй стих вы придете естественным образом к третьему стиху тринат описывание второе описывание хишуна амани наманади накертания садахари мы должны вот этим вещам научиться всем смирение терпение оказание почтения всем нежелание почтения к себе то есть не ожидание почтения к себе и вот Гурдеф он мне лично просто сказал вот этих трех стихов на эту жизнь вот достаточно и он часто об этом говорил на самом деле для большинства из нас из нас трех стихов это вот просто кто-то может и к последнему стиху подошел но это ну очень возвышенный стих я одна из лекций Гурдефа когда он рассказывает как Шидар Махараш начал объяснять внутренний смысл последнего стиха Шикша 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 Что бы ты сделал со мной Господь я все равно буду любить тебя то есть вглубнешься ты обнимешь меня оттолкнешь растопчешь ты все равно останешься и Шилшидар Махараш начал объяснять этот стих и рядом был Кришнадас Бабиджи Махараш и он был смущен этим моментом он был как бы волновался что не стоит объяснять молодому человеку такие возвышенные речи Шилшидар Махараш сказал он готов слушать объяснение этого стиха какого категория для нас для нас три стиха это выше крыши для этой жизни нам хотя бы к смирению терпению прийти и почтение к другим людям вот ну ладно мне уже тут начинают звонить из мира реальности в которой мы живем Хори Харая Намакришна Ядавая Намаха Ядавая Мадхавая Кешавая Намаха Кешавая Мадхавая Кешавая Бхупа Гоиндарам Симадус Сыгана Симадус Сыгана Кешавая Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 чарева ряш что-то растащи шимат бахти рахшак шердев госвами мхаращ и дай бога вам чего бахте сиданцы расходы такур пропадок и дай джауны вишну пачку лгаурки черт Hor daaz баба жи мхаращ и дай джауны что пачку сачто наанда бахтина такур ки дай джауну пачку в джиганатха даaz баба жи мхаращ и дай ширупа ногу гуру арга ки дай на матчаря сила харидас такур ки дай натакой тивайшна в риме дакидай Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok